Сегодня во Дворце Независимости подробно обсудили ситуацию в лесном хозяйстве. Главный вопрос, как эффективнее использовать одно из важнейших богатств страны, лесные ресурсы. Акценты от президента на эту тему всегда звучали предельно четко и ясно. Во-первых, начиная с базового требований к порядку. Во-вторых, продавать не сырье, в Беларуси введен запрет на продажу кругляка, а предлагать продукцию с высокой добавленной стоимостью. В свое время огромное внимание на уровне главы государства было уделено деревообработке и ее модернизации. Это и стало впоследствии той самой подушкой безопасности в санкционный период. Кроме того, мы переориентировали поставки, увеличили объемы и, соответственно, еще больше заработали. На данный момент полностью закрыты потребности деревообрабатывающих предприятий и пилетные заводы, которые раньше ориентировались на европейский рынок, конечно, без работы не останутся. Плюс для внутреннего станет еще доступнее экологичное топливо. Какие предложения есть для повышения эффективности работы отрасли и что предпринято, чтобы древесина стала доступней для населения, расскажет Илона Красуцкая. Лес – наше богатство и от того, как мы распорядимся этим наследием, зависит не только наша экология, но и будущее отечественной отрасли. По ряду показателей, таких как лесистость, площадь и запас растущей древесины на одного жителя, мы входим в первую десятку лесных государств Европы. Закономерная ситуация в отрасли часто обсуждается на уровне главы государства. Лес – это не только достояние Беларуси, но и значительная статья доходов. Так что дело принципа, чтобы в этой сфере был порядок. При назначении Александра Анатольевича на должность министра мы договорились, что спустя год примерно времени встретимся и обсудим ситуацию в лесном хозяйстве. Просто хочу напомнить слова, сказанные мною при назначении, что нам нужен хозяин в лесу. Открытый, честный, принципиальный, который наведет там порядок, и там не будет не то, что какой-то коррупции, но и каких-то фактов мздоимства. Почти половина страны – это лес, это наше достояние, данное нам Богом. И мы не просто сохранить должны его, но, как рачительное хозяева, к нему относиться. Вовремя изымать спелый лес, перерабатывать, чтобы был результат в стране. Было много вопросов тогда бывшим министрам, руководителям, людям, которые имеют отношение к лесному хозяйству. Поэтому, Александр Анатольевич, из всех кандидатур, я вам говорил, я выбрал вашу кандидатуру как человека абсолютно земного, хорошо знающего лес и, ну, относящегося к этому не как хозяин, а любящий природу человек. До санкций мы ежемесячно экспортировали 60 тысяч кубов пиломатериала. После выхода на другие рынки этот показатель стал только выше. 77 тысяч – это наш исторический максимум на экспорт. Но это не единственный приоритет. Впереди большая работа, чтобы получить разнообразную продукцию с высокой добавленной стоимостью и обеспечить древесиной собственное население. Что изменилось? Особенно в плане экспортных поставок, диверсификации рынков. У нас много в лесу сырья, низкосортного, как вы говорите, древесных отходов и так далее и тому подобное. Как убираем из леса все это, перерабатываем, что мы имеем от этой работы. Потом ставилась задача помочь населению определиться по ценам спилопродукции, удешевить древесину для строительства жилья в сельской местности. Какова здесь система? Больше вопрос к правительству, но и вам, в том числе, как члену правительства. Ну и, естественно, уход, воспроизводство лесов, селекционные посевы, как работа идет с посадочным материалом, какие здесь проблемы есть. Я помню, несколько лет назад я бывал в ваших питомниках, и тогда мы договаривались о выделении вам дополнительных земельных площадей для возделывания посадочного материала. Реализовано ли это? Порядок в лесу – самое главное. Если до санкций у нас основной рынок был страны Евросоюза, 56% мы поставляли, это была и логистика близкая, естественно, туда больше тянуло. Я и сам понимаю, работали с хозом, и цена была более премиальная там, и спрос на нашу продукцию был. Сейчас у нас рынок поменялся, значит, Китай у нас сейчас занимает 52%, если было 37%, Россия берет 6%, и второй игрок – это Азербайджан – 24%. В этом году в Кировском районе заработал новый цех по переработке низкосортной древесины. Раньше только разве что щепу для котельных из нее делали. Теперь углубленная переработка, объем производства вырос вдвое, и в итоге экспортный продукт для азиатского рынка. Ввод новой линии позволил нам создать 12 рабочих мест. Работают здесь исключительно жители Кировского района. На экспорт порядка 75% идет, 25% идет на внутренний рынок. Это решение было принято президентом еще задолго до всей санкционной истории. Чтобы не быть заложниками ситуации на внешних рынках, в стране построили и пилетные заводы. Начали заниматься тем вопросом еще в 2019-м, глава государства курировал лично. До санкций Евросоюз основной потребитель спрос был запредельный. Загрузка предприятий позволила полностью перерабатывать низкокачественную древесину. Доходы буквально получают из отходов, ведь топливные гранулы – это прессованные опилки и щепа. И никаких лишних добавок, а значит и затрат. Люди мерзнут, но политика у них превыше экономики. У нас все есть мощности и простые фирмы, они ищут выход, но вот этот барьер, который поставили политики, для них и для нас преодолеть его тяжело. Ищем рынки сбыта и я не хотел бы раньше времени это рекламировать. Уже есть у нас наработки, что определенный объем пойдет. Сегодня белорусы могут по более доступным ценам приобрести древесину для строительства, реконструкции, ремонта жилых домов и хозпостроек. Такую возможность предоставил недавний 294-й президентский указ. За первое полугодие этот шанс не упустили 2500 человек. Миндлесхоз предлагает сразу деревянные домокомплекты. При предоставлении определенного перечня документов мы элементарно выделяем 70 кубометров хвойного леса для того, чтобы человек мог построиться. Кроме того, люди, которые имеют частное жилье, имеют возможность взять ежегодно до 10 кубометров куглого леса для так называемого текущего ремонта. Это цена, которая не привязана к котировкам биржевым. Мы всю древесину сегодня в рамках законодательства продаем только через биржевые торги. Для населения, по сути, это формируется цена, себестоимость плюс 5% всего лишь рентабельности. До 5 даже. Кроме того, появились брендированные торговые площадки, широкий ассортимент, доступные цены, причем продукция не только собственная, но и других белорусских производителей. Мне это удобно, мне устраивает цена. Я могу здесь распилить сам, сколько мне надо, понимаете? Где же все есть? Вот в чем удобство. Вообще поручение президента на этот счет очень конкретное. Все бонусы должны достаться обычным людям. Важно исключить лазейки для очень предприимчивых. Соответствующее ведомство проконтролирует. Поддержана идея создания вот этих торговых площадок, лесной домик, поручение развивать, чтобы мы шли к населению. Но поскольку там рентабельность до 5%, президент поручил и мне, и комитету госконтроля посмотреть, кто же покупает этот продукт. С такой малой, можно сказать, социальной ценой. Идет серьезная работа по лесовосстановлению. Ивацевический комплекс по выращиванию сеянцев закрытой корневой системы – один из лучших в стране. Расположен он на базе местного лесхоза и обеспечивает 100% Брестскую область будущими деревьями. Здесь выращивают все 9 видов лесообразующих пород, а также декоративные растения. План у нас в этом году 3 миллиона 30 тысяч штук, из которых 2 миллиона 610 тысяч – это сосна обыкновенная, и 420 тысяч – это ель европейская. В области, в лесхозах увеличивается потребность в посадочном материале, закрытой корневой системе. Это лето для многих европейских, да и не только стран, стало очень засушливым. Как следствие, многочисленные лесные пожары уничтожены огромной площади. Беларуси удалось избежать подобных бедствий. 52 жарких дня прошли без последствий, за что президент дал высокую оценку работе лесников. Такая же высокая планка по всем направлениям для ответственных специалистов в отрасли – от качества сырья, переработки до экспорта и лесовосстановления. Тогда мы сможем не только сохранить, но и приумножить наше богатство. Илона Красудска, Андрей Ястребов, Анна Буйкевич и Александр Олешко – агентство теленовостей.